Александр ходит в суд как на работу, раскладывает бумаги и готовится сам себя защищать. Услугами адвоката поднаторевший в юриспруденции Одессит давно не пользуется. И вот сегодня состоялось одно из самых коротких заседаний, на котором присутствовал Александр Балагура. По доброй традиции ответчик начальника и области Владимир Недельский в суд не явился. Недельский просто трус и поддонок. Вот я это буду доказывать в суде. Как в институтном праве, так и в уголовном праве. Преступники сейчас находятся у власти. Преступники сейчас судят преступников. Поэтому затягиваем это дело всем нормальным людям и юристам это понятно. Суд может рассматривать дело и без ответчика, если есть его представитель, как сегодня. Но все равно решение не было вынесено. Судья Алла Брайловская неожиданно обнаружила, что она родственница заместителя Владимира Недельского. И заявила о самоотводе. Судья обважается наобхида заявить о самоведвит, о данной справе. Ускільки у судей может вынагнуть усомнивать неупорядженность этого объективности судей Брайловского, ускільки заступник начальника БМВСДИ в Одесский области, я бать вам глобучий по справе, судей Брайловского. Родственников слишком много и в прокуратуре, и в судах. Вы знаете, это дело могут рассматривать один судья, потом отказываться, второй судья и так далее. Судья принимала присягу, которую давала народу Украины. И все ее личные амбиции и родственные связи, они ни во что не должны ставиться. А вот что о коллегах сказал Александру Балагури, старший следователь по особо важным делам областной прокуратуры Николай Гакман. То есть прокуратура не будет возбуждать уголовное дело, потому что Бажин даст взятку в суде, и мы проиграем дело. Но он сделал большую ошибку, что он это сказал гражданскому человеку в глаза. Правильно? Но это никому не нужно для такой гласности. К пятому году борьбы с милицейским беспределом Александр Балагура добился серьезных результатов. Вынесено пять постановлений судов, которые обязывают прокуратуру внести заявление Александра в ЕРДР. В том числе и на прокурора города Геннадия Фуртата. Два уголовных дела уже заведены на начальника областного ГАИ Владимира Недельского и его заместителя Александра Ткаченко. Недельский покрывает преступления своих подчиненных и фактически дает карт-бланш подчиненным нарушать законы на дорогах. А кстати, на инспектора Бажина, с хамства которого начались судебные тяжбы Александра Балагуры, уже в 15-й раз не заводят дело. Его имя до сих пор в списке тех, кого Александр Балагура считает виновным в милицейском и прокурорском беспределе. Ксения Ноздрова, Олег Шпак, Новая Одесса.